МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первое публичное выступление нового главы жилищной инспекции. Незаконно завышенные цены на коммунальные услуги грозят тюрьмой и большими сроками заключения. Летающая тарелка не где-нибудь, а совсем рядом, убедились в Абазе. Показавшись на считанные секунды, объект попал в объектив фотокамеры. Была такая обалдевшая, его пела. Мама, мама, ты не представляешь, мы тарелку с ней. Она летела сильно быстро, мы успели только сделать переснимку. Движение запрещено без цифрового тахографа. На страже порядка новый прибор, который невозможно обмануть. Впервые авиатехника эвакуирует условно пострадавших. Противопаводковые учения в Абазе. Синоптики прогнозируют апрель теплее обычного. Здравствуйте, в эфире программа Вести, Хакасия, события недели в студии Алексей Гончаренко. На этой неделе снова говорили о тарифах на коммунальные услуги, но уже подведя некоторые итоги. После того, как поступило распоряжение пересчитать расценки на уровень декабря 2012 года. Глава региона потребовала сделать это до 1 апреля. То есть из отпущенного срока сегодня последний день. А кроме того, необходимо разобраться с компаниями, завышающими цены необоснованно. Как разобрались, информировал глава жилищной инспекции Игорь Арокин. Встречи с журналистами начали с главного. Все управляющие компании во всех муниципалитетах республики успели сделать перерасчет по тарифам. В результате жители Хакасии сэкономили около 50 миллионов рублей. Сумма перерасчета по коммунальным услугам составила 47,6 миллиона рублей. По всей республике. Из них в городе Абакане это 17,5 миллионов рублей. Город Саиногорск сделали перерасчет как коммунальных услуг, так и жилищных услуг. На сумму 22 миллиона 300 тысяч рублей. Из них 21,5 миллиона рублей это управляющие компании и 800 тысяч это ТСЖ. Другие муниципальные образования республики Хакасия сделали перерасчет на сумму 7,8 миллиона рублей. Параллельно жилинспекции работой вела и республиканская прокуратура. Их цифры с начала года 307 нарушений закона в сфере ЖКХ. В 12 случаях возбуждены уголовные дела. Половина из них в Саиногорске. Этот город для жилинспекции был самым проблемным. Некоторые управляющие компании упорно не желали делать перерасчет, в частности, жилтрест. Данная жилищная компания, управляющая компания, предъявляет к оплате за высшенный объем употребленной тепловой энергии. И также оплата за отопление, потребление нежилыми помещениями возлагалась на собственников и жильцов помещений. То есть там, где расположены магазины, какие-то офисы, все это рассчитывалось и оплачивали граждане. И в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия в крупном размере. В зависимости от хода расследования будет установлена сумма ущерба и будет, соответственно, квалифицирована либо по первой части, либо по второй. Там предусмотрено наказание от двух до пяти лет лишения свободы и со штрафом. Возмущали граждан в последнее время не только высокие тарифы, но и счета за общедомовые нужды. За воду, тепло, электроэнергию в подъезде в некоторых домах платили больше, чем за квартирные расходы. То есть, по сути, добросовестные собственники жилья оплачивают коммунальные услуги своих недобросовестных соседей. Такая форма расчета вызвала волну возмущений и, возможно, в действующее законодательство внесут необходимые изменения. Я знаю, что и наш Верховный Совет Республики Хакасия подготовил проект предложения о внесении изменений в 354-й в этой части ОДН и другие регионы. И я так, по сведениям, которые у меня есть, знаю, что, скорее всего, будут внесены изменения в 354-й по как раз ОДН. И я думаю, будет принято решение какое-то более-менее такое цивилизованное. Возвращаясь к теме тарифов, Игорь Орокин отметил, что в результате перерасчетов убытки понесли не управляющие компании, а ресурсоснабжающие, те, кто непосредственно поставляет тепло и воду в дома. Их интересы правительство Хакасии ущемлять не намерено. Наоборот, финансовый ущерб от перерасчета тарифов компенсирует республиканский бюджет. Олеся Калинченко, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. С такой напастью, как завышенные тарифы на коммунальные услуги, практически не сталкиваются жители в домах частного сектора, а его территория будет расти. Возможности для этого даст Абакана черногорская агломерация. На этой неделе сделан первый официальный шаг к ее созданию. И в рамках этого проекта подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам социально-экономического развития между правительством республики, городами Абакан, Черногорск, Усть-Абаканским и Алтайским районами. Территории этих муниципалитетов и образуют агломерацию. Что сегодня люди ждут от агломерации? Когда будет подведено электричество, дороги, когда будет земля, когда будут созданы все условия. Вот этим и надо сегодня плотно заниматься. Вот смотрите, ну неужели не будет выгодно Владимиру Дмитриевичу или Виктору Викторовичу, что житель столицы или житель Черногорска завтра построит дом на Усть-Абаканской земле? Появляется налогоплательщик, да? К этому дому подойдет инфраструктура, которая будет делаться с учетом средств объединенного ресурса республики. Второе, третье. Разве не выгодно Николаю Геннадьевичу, чтобы его молодежь получила землю? Да, мы социальное напряжение снижаем в этой части. Понятно, что не может сегодня мэр столицы дать всей молодежи землю под коттедж. Мы знаем просто, что ее физически нет. Вот интерес двух муниципальных образований, трех муниципальных образований. Температура воздуха в апреле, по прогнозам синоптиков, будет на один градус выше средних многолетних значений. Теплее в условиях накопившегося в этом году снега в горах, значит и опаснее с точки зрения подтопления населенных пунктов в паводковый период. Впрочем, как конкретно распределиться температура по месяцу еще не ясно, но к возможным ЧАЭС в республике готовятся. На следующую неделю намечена авиаснегоразведка. Будут уточненные данные по снегозапасам. Это съемки облета горной местности 2008 года. Тогда осадки были приблизительно на уровне средних многолетних значений. Тем не менее, мерная рейка утопает в снегу почти полностью. Сейчас, по предварительным данным, объемы в два раза, а местами в три больше. При обильном таянии снега, если она совпадет с дождями, тут возможно достижение критических уровней. Опасно, что у нас подо льдом, по Абакану, в отдельных участках сплошная шуга наблюдается. Это, в первую очередь, предвестник затора. Одно из таких мест в Абазе принято решение на этой неделе его взорвать. Это операция как часть крупномасштабных учений. Их курирует глава Хакасии Виктор Зимин. Взрывники докладывают о том, каким образом будет разрушен ледовый монолит в затороопасном месте. Общая масса заряда 1080 килограмм. Общее ледовое поле для подрыва 11250 квадратных метров. Общее количество заряда в 180 лунок. Метод подлёдный. Последние 10 лет Абаза почти каждую весну в состоянии тревоги. В 2004-м во время наводнения были жертвы. В 2009-м и 2011-м годах уровень воды в реке Абакан достигал критических отметок, угрожая подтоплением. Вода поднимается очень быстро, практически на глазах. И времени долго думать абсолютно нет. И принимать решения необходимо просто молниеносно. Поэтому мы и учимся, и тренируемся каждый год. В взаимодействии отрабатывают все городские службы совместно с населением. В пунктах временного размещения эвакуированных работа за последние годы отлажена до автоматизма. Здесь способны укрыть от стихии, предоставить медицинскую, психологическую помощь, трёхразовое питание и необходимые вещи. Наш коллектив работает давно и стабильно. И я считаю, что даже если будет какая-либо ситуация подобного рода, что придётся эвакуировать население, мы не растеряемся и примем 480 человек, как запланировано. Эта схема отработана. Каждый отвечает за свой участок работы. Если разместиться негде, то у МЧС на вооружении с недавнего времени мобильный пункт временного размещения на 900 человек. Здесь же оперативный штаб, подвижный пункт управления, все виды связи. Когда здесь сейчас мы выставляли этот лагерь, наши специалисты, противопожарная служба Республики Хакасии, федеральная противопожарная служба, они жили здесь. В принципе, вы сами зайдёте, пожалуйста, и кухня, и реальное приготовление пищи, и холодильник, электроэнергия. Ну, в принципе, все те условия, первоочередные условия для жизнедеятельности человека здесь все присутствуют. Полевая кухня обеспечивает трёхразовым питанием и способна, говорят повара, на любое меню. Можно приготовить всё. Первое, второе, третье, всё, и здесь она есть. Это сегодня и рассудник, и ростки по-фоскому это делают. И сейчас картошку тушили. Ну, всё скажут, то и делаем. Рядом с лагерем в полной готовности аварийно-спасательная техника 35 единиц и авиация Сибирского регионального центра МЧС России. Общая численность, готовая к отпору водной стихии, около 200 человек. Экипаж вертолёта Ми-8 во время учений задействован для эвакуации условно пострадавших из зоны затопления в безопасное место. В Абазе четыре жилых микрорайона в зоне риска. Снега много, вот и думаем. Потому что очень много выпало снега буквально. Вот две недели назад у нас тут поколенный снег выпал. Два дня шёл снег, поэтому мы готовимся. Снега в тайге много, насколько я знаю. Вот так где-то. По данным метеорологов, благодаря снежному покрову лёд на реке Абакан тоньше обычного на 10-15 сантиметров. Это должно снизить риск ледовых заторов и подъёма воды до критических отметок. Далее в программе парламентский дневник и его ведущая Ольга Стельмах. В России важен каждый ребёнок. В Верховный Совет Хакасии активно подключился к проекту партии «Единая Россия». Он стартовал в нашей республике совсем недавно, но депутаты уже наметили план работы. Напомним, в России важен каждый ребёнок – это российский проект социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с ограниченными физическими возможностями. В нашей республике также разработана подобная региональная программа. Сегодня рабочая группа, которую возглавляет председатель комитета по образованию и науке Верховного Совета Лариса Карпова, готовит предложение, как развить институт усыновления и повысить качество жизни детей, оставшихся без родителей. В Верховный Совет Хакасии и правительство уже составили план мероприятий. Самый важный аспект – законодательный. Здесь есть над чем работать, уверены парламентарии. Некоторые законы требуют поправок, к примеру, документ об организации детского отдыха и оздоровления. Согласно данному закону, у нас в перечне включено 11 категорий детей, среди которых, как ни странно, отсутствует категория дети-сироты. В связи с этим дети-сироты, обучающиеся у нас в профессиональном образовании, не попадают под действие этого закона. Изменения в закон депутаты рассмотрели на Президиуме Верховного Совета. Поправку представят на апрельской сессии. После ее принятия отдохнуть и поправить здоровье смогут еще 27 детей-сирот. Для этого из бюджета дополнительно выделят более полумиллиона рублей. Депутату скорректируют еще один закон. Он устанавливает правила для многодетных семей, которые могут рассчитывать на государственный подарок – микроавтобус. В документе сказана социальная поддержка лишь для семей, воспитывающих 7 и более детей. При условии, что все они младше 18 лет. Как показала практика, закон сработал не в полную силу. На очередь встали 45 семей. 8 из них уже получили транспорт. Между тем, 6 отказано. Причина – старшие дети достигли совершеннолетнего возраста. Прекрасный закон, он в данном случае не сработал. Это не вина данных семей. Они встали на очередь. Это беда нашего бюджета, что мы, может быть, не предусмотрели больше средств, чтобы эти семьи получили эти микроавтобусы. Поэтому тоже будем выходить в такой законодательной инициативе. Детские дома нуждаются в ремонте. В Хакасии 5 учреждений для детей-сирот, 3 детских дома и 2 школы-интерната, где живут более 200 воспитанников. Ежегодно на ремонт этих помещений правительство выделяет деньги, но их недостаточно, чтобы откапиталить здание полностью. Предложение от рабочей группы Верховного Совета предусмотреть на это дополнительное средство. Для этого депутаты внесут изменения в закон о бюджете. Национальный проект России «Важен каждый ребенок» в Хакасии стартовал лишь в этом году. Однако помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в республике была и раньше. К примеру, депутаты-единороссы взяли шество над Абазинским детским домом и завели добрую традицию поздравлять детей не только со всеми праздниками, но и персонально – с днем рождения. В этом, как и в остальные визиты к своим подопечным, депутаты приехали не с пустыми руками. Сладости и подарки каждому имениннику, кто справил свой день рождения в период с января по март. Поздравления и сюрпризы получили 28 воспитанников детского дома. Ребята, у кого день рождения подняли руки? У всех. Почти у вас. А кто не поднял еще? А сегодня у кого? Поздравить детей с праздником приехали первый заместитель председателя Верховного совета Хакасии Юрий Шпигальских и председатель комитета по культуре, образованию и науке Лариса Карпова. Под свою опеку детский дом депутаты взяли еще три года назад. С тех пор парламентарии – частые гости в Абазе. Партия «Единая Россия» взяла шефство над этим учреждением. И есть возможность поздравить просто с днем рождения детей, которые в последний месяц-два были именинниками. Я увидел вот эти взгляды, радостные взгляды, добрые взгляды, которые в тех, кто приехал, видят своих друзей в первую очередь. Вот это самое главное и для них, и для нас. Следующий визит депутатов и вновь с подарками запланирован уже на начало июня, к летним каникулам и празднованию Дня защиты детей. На этом у нас все. За новостями республиканского парламента также можно следить и в Твиттере. Официальный аккаунт Верховного совета находится по адресу, который сейчас увидите на экране. Такой была неделя в Республике. Всего доброго. Настоящий переполох в Белом Яре на этой неделе устроили сотрудники ФСБ, полиции и других структур. Они провели командно-штабные учения. По сценарию захват заложников в зале суда, стрельба, взрывы и, естественно, благополучная развязка. Методы борьбы с захватчиками были не только эффективными, но и эффектными. Колонна спецтехники, экстренные службы в сборе. Перекрыта часть центральных улиц. В Белом Яре объявились террористы. По легенде учений, злоумышленники захватили районный суд, очевидно, в надежде спасти своего лидера. Все случилось как раз в тот момент, когда здесь шло слушание по его делу. Серьезность своих намерений люди с автоматами уже доказали, убив одного из заложников. В западне у захватчиков еще остаются люди, в том числе судья и приставы. Адвоката и секретаря, предполагаемые террористы, отпускают спустя несколько часов. Однако прежде обвязав взрывчаткой. У них они там все просматривают, у них там все видно, они сейчас кнопку могут в любой момент нажать. Кто заложник? Кто заложник? У нас вот кнопка. Медлить нельзя. В любую минуту взрыв. Бомба обезврежена в считанные мгновения. А тем временем по телефону диверсанты требуют от силовиков предоставить бронежилеты, каски и транспорт. Требование исполнено, однако тут и начинается настоящий боевик. Все, кто вышел с машины лицом, все, кто вышел с машины лицом, ты тоже. Машину досмотрели? Оружие. Оружие. Выпишись выше. Выпишись выше. Подобные мероприятия проводятся регулярно в каждом из районов республики. Основной задачей является повышение уровня работы специальных подразделений, а также улучшение взаимодействия между администрациями районов и силовых ведомств. Результатом учения оперативный штаб остался доволен. Но а где в следующий раз состоится тренировка, остается в тайне. Силовики лишь добавили, когда начнется, об этом уж точно. Все узнают. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. Девушка из Аскиза в годы Великой Отечественной войны связала теплые рукавицы и отправила их на фронт. Ей удвигало желание помочь солдатам. Когда в одной из частей раздавали присланные из тыла вещи, то совершенно случайно эти варежки достались земляку. А выяснилось это позже и тоже помог случай. Эту историю в нашей рубрике «Я помню, я горжусь» рассказал Алексей Ахпашев. Она посвящена героям Великой Отечественной войны. О них рассказывают дети, внуки и правнуки. Своего деда я помню, счастью помню, потому что был маленький, когда мы с ним общались, довольно-таки коренастым, стройным, довольно-таки строгим мужчиной, потому что он был учителем. Родился он в 19-м году в деревне Челаны, в Таштырской, наверное, район тогда был. И пошел служить незадолго до войны, до начала войны. Служил в артиллерийском полку, в станции Югра. Это также недалеко отсюда, Кемеровская область. Когда началась война, в сентябре его вместе с сибиряками отправили под Москву. Там они защищали Москву. И после этого, поскольку шли ожесточенные бои, офицерский состав довольно-таки редел. Он был отправлен на переподготовку, на повышение квалификации и учился на офицера. До этого он служил замполитом в Роте. В нашей семье есть уникальная фотография, когда в их полк присылали подарки из тыла и вручали эти подарки. Ему на этой фотографии вручают рукавицы, а рукавицы связала девушка из эскиза. Вот так случилось, что воевало несколько миллионов, и именно в это время, в это место так сложилась такая судьба. Уникальность данного снимка в том, что он не знал о существовании этой фотографии. И когда находился на лечении, это уже конец 80-х годов, в Абазе, молодой человек из соседней палаты зашел с журналом «Советский воин» и говорит, отец, это случайно не ты? Вот увидел фотографию, действительно, на ней оказался он. Сделали запрос в Министерство обороны и оригинал фотографии выслали. Такая действительно уникальная ситуация, такая память. У нас хранится в семье. В составе того же артиллерийского полка закончил войну он в Праге, поскольку было разделение, часть войск ушла на Берлин, а именно он в 45-м году победу встретил в Праге. Служил до 46-го года, поскольку был, можно сказать, профессионалом своего дела, потому что призвался еще до войны. Мы сразу не отпускали домой, и в 46-м году он вернулся домой, стал учителем, довольно-таки, как я уже говорил, строгим, серьезным учителем. Ну, последнее такое, не хочется говорить последнее, но все-таки воспоминания о Гавриле Максимовиче. Когда мы ехали на Покос, мы ехали вместе, я уже не помню, где остальные были, наверняка мы ехали не одни, и рядом с нашей телегой бежал жеребенок. И он говорил, что вот, когда в следующий раз приедешь к нам в гости, я тебя обязательно научу ездить верхом. Ну, к сожалению, не суждено было мечтам сбыться, времена утеряны, и очень жаль. Ну, я считаю, что о таких людях, о таком поколении, в частности, как мой дед, конечно же, стоит рассказывать, и рассказывать молодому поколению, подрастающему, чтобы было на что равняться, кем гордиться, потому что, пройдя пехоте от начала войны до конца, при этом остаться в живых, было ранение, но, тем не менее, дошел до конца в добром здравии. Слава Богу, конечно же, стоит гордиться. После этого он, как я уже говорил, был учителем, воспитал не одно поколение. Сейчас в моей семье воспитывается три сына, и я очень надеюсь, что они так же, как и я, будут помнить и гордиться нашим дедом и их прадедом. Стать гостем нашей программы в рубрике «Я помню, я горжусь, можете и вы». О том, что было, забывать нельзя. Если тех, о ком стоит, рассказать уже нет среди нас, то это должны или даже обязаны сделать их дети, внуки и правнуки. Звоните нам по телефону 22 70 38 или 22 72 82 в будние дни. На этой неделе водители транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и предпринимателям, включая «Газели» и «Такси», спешили установить на машины цифровые тахографы. С завтрашнего дня их наличие на дорогах начнут проверять инспекторы ГАИ. Вступает в силу новый закон. За отсутствие прибора большие штрафы. Зачем нужны эти приборы и какая польза будет, и что по этому поводу думают сами водители. Об этом следующий сюжет. Уже с 1 апреля вступают в силу изменения федерального закона безопасности дорожного движения. По новым правилам, в междугородних пассажирских автобусах, в том числе и школьных, которые курсируют между селами, в грузовиках весом от 3,5 тонны больше, и в машинах, которые перевозят опасные грузы, нужно установить тахограф. Многие водители путают его с системой навигации и видеорегистраторами. Между тем тахограф – совершенно иное оборудование. Его функция – это непрерывная регистрация информации о скорости движения, времени пребывания транспорта в пути. Более того, по тому, сколько остановок сделал водитель и какова их продолжительность, можно говорить о соблюдении режима труда и отдыха шоферам. Такого рода контроля мера вынужденная. За весь прошлый год в России зафиксировано более 200 тысяч ДТП с пострадавшими. Погибло почти 28 тысяч человек. Если человек находится более 80 часов за рулем, соответственно, у него уже снижается и внимание, соответственно, ему уже необходим отдых. И, конечно же, для того, чтобы не попасть в какое-то серьезное дорожно-транспортное прощество, тем более водитель занимается перевозкой пассажиров, то есть людей. И, конечно же, данная мера, я считаю, она просто крайне нам необходима. Бывает соблюдаю, а бывает нет. Если мне надо, например, вовремя доехать, то, конечно, там, соответственно, час-два мне остается, но не хочу спать. Смысл мне останавливаться и вот это вот время там, час лишний, просто сидеть тупо в машине. Когда я за этот час, наверное, проеду и все вовремя успею. Сказать, что тахограф – это что-то новое для российских водителей будет неверно. К примеру, импортные автобусы или грузовики, которые курсируют по российским дорогам, изначально оснащены приборами учета. Сергей Лалетин многие годы водит пассажирские автобусы с Козылова-Бакан. Знает о тахографе все. Видите, 80. Тут чуть-чуть побольше 80. А так все 80-80-80. Вот она идет скорость. Мы в Танзибе и поехали. Приехали в Танзибе, вот это в Ирмаке мы приехали. Около часу. В час поехали с Ирмаков. Ну, раз вот в Козыле останавливают и спрашивают, дайте нам вот этот диск. Ну, мы диски приносим, они это отмечают. На смену тахографу, которому водителю открыт доступ, приходят новые цифровые. Обходится один такой прибор российского производства от 27 до 35 тысяч рублей. У каждого шофера должна быть индивидуальная карта. Ее рулевой должен вставлять в прибор перед выходом на маршрут. Внести коррективы в информацию о движении транспорта практически невозможно. Чтобы изучить данные с тахографа, сотрудники ГИБДД, работники транспортной инспекции, смогут скопировать их, к примеру, в ноутбук. Считываться информация, во-первых, будет при совершении ДТП, выявлении условий и причин. Второе, при померении необходимости или выявлении каких-то серьезных обстоятельств, ну, не за исключением дорожно-транспортных происшествий. Между тем, водители к прибору относятся скептически. Считают, что проконтролировать себя могут и сами. Ну, 120, ну, с людьми, во-первых, не поеду я. Это раз. И у нас дороге не позволяет 120 ехать. У нас то кочка, то ямка и все. Сегодня в Хакасии тахографами оснащены почти все междугородние автобусы – 96%. В этом вопросе большегрузы им существенно уступают. С оборудованием ездит всего 4% от общего числа такого транспорта. Чтобы установить тахограф, нужно посетить специализированный сервисный центр. В Хакасии их пока только два. Все в Абакане. Оба получили допуск от Минтранса России на такую деятельность. У нас несколько бригад, одна из которых даже выездная. Захватываем весь Красноярский край, юг Красноярского края, республика Тыва. В последних числах марта у работников сервисных центров был настоящий аврал. В день прибывало по нескольку машин. Учитывая, что на установку одного аппарата уходит от 2 до 6 часов, специалисты центра работают с раннего утра до позднего вечера. С 1 апреля инспекторы ГИБДД отправятся в рейды. Будут проверять наличие устройств контроля в большегрузах и междугородних автобусах. За отсутствие прибора шоферу грозит штраф. Размеры штрафа составляют от 1 тысячи до 3 тысяч на граждан. От должностных лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч. А вот предприятиям, которые не успели оснастить свой транспорт тахографами, будут выписываться только предупреждения. Если грузовики и автобусы в сроке не приведут в порядок, тогда в дело вмешается прокуратура. Наталья Громашова, Сергей Казмин, Дмитрий Парахин. Вести Хакассия. События недели. Не исключено, что сенсационные снимки удалось сделать двум школьницам в Абазе. Они успели запечатлеть летающую тарелку. Возможно, пришедшую из космоса. Она появилась и исчезла очень быстро. Но в том, что это была именно она, очевидцы нисколько не сомневаются. И рассказали нам обо всем на этой неделе. Снимки были сделаны во время прогулки по городу на мобильный телефон. По приходу домой они тут же были скопированы на более мощный носитель и увеличены в размерах. Не то, чтобы не верила своим глазам, говорит одна из очевидец Соня Кудрявцева, но просто хотелось рассмотреть объект подробнее и еще раз все же убедиться, что ничего не показалось. Ну, когда мы ее увидели, мы обалдели тарелку, что она как бы была черной, ой, это, такого цвета металла, ну, такого металлического цвета, то, что она была, и вокруг нее был воздух. Активное участие в редактировании снимков приняли родители. Тоже хотелось разглядеть, что попало в объектив их дочери и насколько крупным был пролетавший почти бесшумно предмет. То, что мы увидели, мы решили, что она где-то примерно, наверное, в диаметре будет, ну, наверное, поменьше, конечно, чем самолет, но мне кажется, гораздо больше, чем вертолет. Но форма объекта была такой, какой на планете Земля летательным аппаратам еще не придают, и что в земной цивилизации принято называть летающей тарелкой. Действительно, натуральная тарелка, самая натуральная. Мы увидели там и жерла, увидели движение горячего воздуха. Вот, а когда сделали тепловую обработку, то в нижней части тарелки обратили внимание, что там, наверное, где-то 7 или 8 таких окошечек идет. На том самом месте, над которым пролетал объект в форме тарелки, возможно, есть еще очевидцы, рассказывает автор снимков, а может быть и нет. Предмет появился и исчез неожиданно. В поле зрения находился в считанные секунды и практически беззвучно. Школьницы заметили предмет, поскольку фотографировались на фоне местности и что-то увидели в объективе и оглянулись. Мы летела из вот той горы, вот оттуда вот. Полетела вот так, мы ее успели сфотать только вот в этом месте, потому что она летела сильно быстро. Мы успели только сделать три снимка, то есть здесь, здесь и вот там. Но там уже плохо видно, она уже там исчезла, потому что. Это возле магазина вот нас фотали. Вот так вот. Мы хотели еще на фоне сфотаться, но не успели, она исчезла. Предмет не улетел, а именно исчез. Невозможно было не поделиться впечатлениями в школе, но подружки уже пожалели об этом. Одноклассники рассказам об НЛО не верят и ехидничают, поэтому второй свидетель сторонится публичности. И Соня обо всем рассказывает одна. Но в Абазе и ее окрестностях неопознанные летающие объекты замечали и раньше. Случай не первый. У моей мамы есть подруга, она тоже оказалась случайным свидетелем. Вот увидела тарелку, но она вообще увидела, как та выпустила луч. И она вот стояла, наверное, несколько минут и три наблюдала именно за лучом и за самой этой тарелкой. Охотники, мужики, которые в тайге нередко видят тарелки. Если раньше фактов увиденному предоставить не могли, то теперь есть доказательная база в количестве трех снимков. Их отправят специалистам. Может, уфологи объяснят, что же все-таки пролетало над окрайной Абазы в марте месяце 2013 года. Это была программа «Вести», «Хакасия», «События недели». Смотрите нас в повторе сегодня вечером на телеканале «Россия-24» в системе кабельного телевидения. Всего вам доброго и до встречи.